Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Мы пригласили профессора доктора Николауса фон Верен. Он руководит институтом физиологии и биологии в городе Гатас-Лейбен. Его отдел занимается тем, как растения реагируют на разные факторы стресса, особенно на засуху, или, иными словами, можно сказать, как можно оптимизировать подачу питательных веществ в корневую систему. И в нашем случае, как мы можем эти питательные вещества перенести в ту часть почвы, где они будут накопляться. Мы записали заранее этот доклад, но после него, конечно, у нас будет еще дискуссия вживую, чтобы мы смогли ответить на ваши вопросы из чата. Тогда посмотрим этот интересный доклад. Здравствуйте. Меня зовут Николаус фон Верен. Я здесь руковожу отделом физиологии и клеточной биологии. Здесь в институте Гатас-Лейбен. Моя рабочая группа работает в молекулярном развитии растений, но также нас интересует соотношение корневых систем и питательных вещей. Об этом мы хотим поговорить. То есть мы говорим о том, как подстраиваются корни к внешним системам. Если мы посмотрим здесь на два таких типа этой пшеницы из одного и того же сорта, здесь мы тогда видим, что отличие не только наверху, но также и на корне. То есть здесь у левой части больше биомассы, но с правой стороны более длинная система корней. То есть недостаточно посмотреть только на биомассу, но нам нужно смотреть также на архитектуру этих корней. Архитектура корней, она описывает пространственное расположение разных корней. И эта архитектура, во-первых, зависит от генотипа. Генотип – это в конечном итоге это сорт, который у нас растет на поле, и генотип, так сказать, определяет эту фазу, фазу выращивания этих корней. Также эта архитектура зависит от факторов окружающей среды. Здесь у нас показан такой пример с левой стороны. Стерильная, то есть без микроорганизмов выращивалось это растение. И с правой стороны при ретросферных бактериях, в нашем случае Ралтелла. И здесь мы видим, что эти бактерии привели к гораздо более длинным и большим корням. То есть эти факторы окружающей среды, как микроорганизмы, они взаимодействуют с генотипом растения. И это взаимодействие, оно нестабильно, оно изменяется в жизни растения. Так что мы можем говорить о пластичности корней, которые описывают динамическое изменение структуры, трехмерное распределение корневой системы. Давайте посмотрим тогда такую корневую систему ячменя. Ячмень, во-первых, образует так называемые семенальные растения, то есть они порядком 4-8 корней, это количество на растения. Через 2-3 недели образует ячмень так называемый надальный корень. И если посмотреть это в сравнении на втором изображении, то мы видим, что эти узелковые или надальные корни под микроскопическом разрезе мы видим большее количество сосудов в центральном корне. И этот больший диаметр этих сосудов, он приводит к тому, что транспортировка воды и питательных веществ через эти узелковые надальные корни гораздо больше. При развитии эти надальные корни, они возникают не одновременно. Здесь мы видим растения на 18 день, где почти еще только один корень, как с левой стороны, и потом через одну неделю и так далее появляются эти надальные корни. И если посмотреть пиомассу этих простых семенальных корней, то мы видим, что примерно на 39-46 день у нас повышается эта масса, по крайней мере, так это было у наших культур. Но если посмотреть, то длина корня, рост длины корня заканчивается уже немного раньше, примерно на 32 день. Но надальные корни появляются гораздо позже, через 2-3 недели, но потом они набирают биомассу гораздо больше, и в то время, как наоборот, у семенальных, у первичных корней меньше биомассы становится, или она больше не растет. То есть надальные корни – это более поздная корневая система. Как мы уже видели, эти надальные корни, которые потом появляются, они могут из боковых растений вырастать, из боковых стеблей. И здесь, если точно посмотреть при скрещивании то, что мы проводили при наших испытаниях, здесь у нас был один генотип с одним колосом только, и потом другие, например, генотипы с несколькими. И если посмотреть эти скрещивания, слева направо тоже они, соответственно, повышаются, увеличиваются. И здесь посмотреть от одного до двух стеблей в начале, и там потом до семи в последующих генотипах. И что мы еще видим? Длина корней тоже сильно набирает. Так что, в принципе, это выглядит, как будто бы у генотипа с несколькими стеблями действительно был другой тип корни. Но это мы видели только в этом скрещивании, не в других. Но мы это будем и дальше исследовать. Но что нас тоже интересовало, какое количество этих надальных корней будет на отдельных растениях. Поэтому по верхней линии, в верхнем ряду этих шести линий у нас здесь основные стебели, боковые стебли с этими надальными корнями. И то, что мы здесь видим, то, что надальные корни, они постоянно растут, продолжают дальше расти. То есть, мы посмотреть, это количество надальных корней в таких растениях гораздо больше. И это, соответственно, взаимодействует сильно то, что мы видим на правом изображении. Тоже с большой вероятностью, в зависимости от количества стеблей растений. То есть, это большие отличия в разных генотипах, в образовании надальных корней. То есть, нужно в этом случае об этом тоже всегда помнить. Если теперь посмотреть на три разных генотипа ячменя, которые мы привлекали для тестов этих корней. Здесь у нас такие специальные коробки, ящики для наблюдения за корнями. То есть, здесь у нас, соответственно, корни растут вдоль этих стеклянных стенок. Таким образом, мы их видим, мы можем фотографировать. И здесь мы видим также еще другие отличия в архитектуре корней. То есть, то, что в генотипе, отличается также и угол. Здесь генотип 1, мы видим достаточно плоский угол. Генотип 2 и 3, более острые углы. И чем острее этот угол, соответственно, и глубина корней будет немного больше. То есть, почему это будет иметь смысл тогда для нас различать эти углы в корнях растений. И это мы определили в разных испытаниях, разных эффективностей фосфата на сои. Здесь наши коллеги из США, которые сравнивали эти эффективные линии сои с обычными линиями сои. И тут, для напоминания еще раз, фосфат, как правило, встречается в верхней части почвы. Потому что он возникает при разложении органических субстанций или при подаче удобрений. И когда он сильно не опускается, не перерабатывается в почву, но потом со временем также может переноситься в более глубокие слои почвы. Если посмотреть на эти эффективные сои линии и корневые системы, здесь мы выявили, что фосфат эффективные, образуют скорее более плоские корни, а фосфат неэффективные, скорее более глубокие длины корневые системы образуют. То есть, если представить себе здесь так, что фосфор находится здесь вверху, то тогда, естественно, что большая площадь корней этого генотипа будет принимать больше фосфата. И поэтому у этого генотипа эта площадь получается гораздо больше. То есть, плоская корневая система лучше для P-эффективности. В общем, можно сказать, что растения очень сильно реагируют на локализированные питательные вещества. Здесь мы видим такое изображение. Это, правда, уже с 1975 года, но это действительно хорошо продемонстрировано. Здесь показаны разные виды корней, ячменя, которые в зависимости от разного расположения этих минеральных питательных веществ. Здесь в верхней части предлагалось больше фосфата, и внизу скорее был недостаток фосфата. И здесь мы видим, например, что при этом это локальное предложение фосфата приводит к более сильному развитию корней, длиннее и сильнее, чем в той части, где фосфата меньше. Если делать это с нитратом, локальное предложение нитрата, это выглядит подобным образом. То же самое, больше и длиннее боковые корни, там, где больше нитрата. Для аммония то же самое, немного по-другому, тоже гораздо больше боковых корней, но они также и короче. И интересно сказать, это наше наблюдение, которое в силе не для всех питательных веществ. Но здесь, если, например, посмотреть на предложение о калии, и вверху нет, то здесь мы не видим, что боковые корни сильнее реагируют с сильным ростом. Скорее, это идет равномерно. То есть растения в своей эволюции не всегда реагируют на предложение разных питательных веществ, а только для определенных питательных веществ. Для аммония, фосфата, нитрата, как мы видели. И эти различия аммония и нитратов, мы здесь можем посмотреть подробнее, как здесь в тестовой системе, как здесь, например, маленькие растения у нас разделяются на разных разделенных полях, где главный корень тогда с левой части, слабая подача азота, но также локализированная местная подача азота с правой стороны. И здесь мы видим тогда, как этот боковой корень реагирует на предложение азота в виде нитрата, более удлиненным ростом тогда этого корня и также сильным удлинением боковых корней второй степени. Сделаем тот же самый тест, но с локализированным предложением аммония. Здесь мы видим, этот корень получается немного короче, а боковой корень второй степени тоже гораздо короче. Но здесь больше ответвления идут, то есть появляются боковые корни третьей степени, то есть повышается, соответственно, расширение, разветвление корней, и нитрат, наоборот, идет для удлинения корней. Здесь то же самое мы видим, как здесь всего 4 дня нитрат аммония у нас тоже подавался, или нитрат, или аммоний. Здесь мы видим для нитрата у нас более длинные корни и для аммония короче. Почему это важно? Важно на практике, это важно тогда, когда локальное предложение аммония, например, аммония фосфата предлагается. И здесь мы тоже видели в наших тестах в этих прозрачных коробках, здесь мы видели при добавлении аммония, и здесь мы видим, соответственно, как приближаются туда эти корни пшеницы. Сначала они находятся еще на расстоянии от аммония, потому что аммоний сначала находится в своей концентрированной форме, это токсическое вещество, но потом со временем корни начинают разрастаться в направлении этого удобрения. Аммония и концентрация аммония становится меньше со временем. Но важно, что я хочу сказать, на последнем изображении это хорошо видно. Здесь вблизи аммония мы видим тоже сильное разветвление корней, и позже рост вокруг этого депо аммония становится тоже гораздо больше, потому что здесь на эти корни не так много подается азота, они растут на аммонии. Здесь китайская работа показана на фотографии, аммония вместе с фосфатом, удобрения и нитрат вместе с фосфатом показаны. И здесь мы видим нитрат, здесь не возникало сильное образование корней, в другом случае гораздо сильнее. Это то, что я хотела сказать по архитектуре корней и влиянию местному локальной подаче питательных веществ на корни, но также и состояние питательных веществ, состояние питания, так сказать, растений важно для корней. И здесь мы видим на примере этих растений, которые выращивались или при хорошем питании, или при недостатке калия, магния. Здесь мы видим то, что при калии и магния недостатка, все равно росток еще повроздает, но сильно идет развитие некроза, клороз краев листьев при недостатке калия и при недостатке магния, но мы видим, что все это идет также сильно за счет роста корней. То есть недостаток калия и магния приводит к тому, что слабо растут корни, в то время как при фосфате меньше растет тогда сам росток, но в то же время сильно растут и хорошо растут корни, и это связано с развитием ассимиллятов, то есть как из фотосинтеза передаются питательные вещества дальше. Здесь мы это видим на примере анализа. Здесь процентное сообщение сахара при контроле 45% еще в ростке, 16% в корне, но при недостатке калия и магния практически сахар не может уже передаваться. Поэтому мы можем сказать, что калий и магния важны для передачи ассимиляции тогда. В то же время как при недостатке фосфата идет обратная реакция, гораздо больше сахара в корнях тогда, и поэтому сильный хороший рост корней. То есть состояние питания сильно сказывается также на распределении биомассы в это время. Что мы еще видим при недостатке питательных веществ, это образование волосков корней. Здесь мы видим по сравнению на контрольном растении недостаток фосфата, недостаток магния. Здесь мы видим при недостатке фосфата уже сильный рост идет из волосков растений, 45 примерно на миллиметр. И при недостатке фосфата это даже еще больше, до 65 волосков на миллиметр. Это, к тому же, эти волоски гораздо длиннее. Что нас сейчас особенно интересует, это, как сказывается, реакция растений на недостаток азоток. Потому что нужно сказать, что мы сейчас гораздо меньше можем удобрять азотом, и поэтому зачастую растения переходят уже немного в диапазон недостатка этого вещества. И как реагируют эти растения? Здесь они реагируют с повышенным количеством боковых корней, и к тому же они получаются длиннее. То есть, в конечном итоге, это реакция растения, которая пытается сверху увеличить свой объем, из которого она сможет получить азот. Эта реакция хорошо заметна здесь, если посмотреть на наше модельное растение. Сравним его. Здесь мы взяли это растение для определения тоже этого реакции на предложение азота. Здесь мы видим, что при небольшом недостатке азота идет небольшое удлинение боковых корней. Если недостаток азота становится еще больше, то тогда рост корней опять понижается. И эта реакция на недостаток азота нас особенно интересовала, потому что мы хотели узнать, что с генетической точки зрения срывается за этим. И здесь показан такой пример, как работают наши такие исследования. Тут у нас 200 разных линий генотипов использовалось. И тогда, соответственно, их использовали с хорошим, достаточным предложением азота или недостаток азота, чтобы растения страдали от недостатка азота. И здесь я вам покажу такие выдержки, эти корневые системы разных линий. Здесь с высоким и с низким содержанием азота. Здесь мы видим слева очень слабая реакция этого генотипа на недостаток азота. Но с правой стороны мы видим, что эти генотипы очень сильно реагируют на недостаток азота, удлинением корней, удлинением боковых корней. То есть есть большие различия между генотипами, и их нам нужно найти, потому что в будущем мы хотим использовать такие генотипы, которые при не совсем оптимальном питании азотом все равно смогут дальше хорошо расти. Для этого есть такие методы. Если такие разные генотипы с разными типами длины корня, то эти характеристики можно ассоциировать с генетическими характеристиками и, соответственно, выбрать те гены, которые отвечают за это. Например, за более длинный рост корней отвечают. И это тогда здесь можно отобразить в таком называемом Манхэттен плот, в котором показано, какие особые качества особенно реагируют на недостаток азота. И таким образом мы нашли варианты генов, которые мы протестировали, с помощью передачи генов, то есть генетической манипуляции. И здесь небольших два примера. Здесь мы видим один тип мутант, который больше не разрастался, и генетический вариант один, и генетический вариант два. И эти варианты не приводят к большим отличиям, если на растения подается достаточно азота. Если азота не хватает для этих растений, то мы здесь видим удлинение боковых корней. Но в этом геноварианте 2 мы видим также, что боковые корни на 15-20% длиннее еще, чем у первого варианта. И это не только для этого одного гена, который называется СК-3, но также для другого гена, ЮК-8. Также и у этого гена мы здесь видим, или у этого варианта генов мы видим, что при недостатке азота здесь удлинение боковых корней идет гораздо больше, чем при этом в варианте гена 2. Я не хочу это слишком усложнять, но можно сказать, что эти гены играют особую роль в синтезе и в передаче гормональных сигналов. Эти гормоны называются бразиостероиды и оксины. Они необходимы для того, чтобы растения при недостатке азота могли делать это удлинение корней. И с этими вариантами мы сейчас и работаем, мы пытаемся их перенести на наши растения, на наши культуры. И что интересно в этих вариантах ген, то что изменение одной базы, только одной буквы, миллиардов букв, которые у нас в генетическом коде растения. И здесь в этом ЮК-8 это две базы, то есть, значит, две буквы меняют все. И если мы изменяем только эти две буквы, то здесь мы сможем получить уже гораздо более длинные корни. И, например, здесь в нашем генобанке мы попытались такие варианты гена найти также и в Тлеичмине. Но, что интересно, мы находим там не такие же варианты, а для этого БСК-3 там только слабый вариант гена. То есть, здесь нам не получится дальше скрещивание использовать, нам нужно было попробовать другое. И этот инструмент, это была редакция генома, то есть, как бы хирургическое вмешательство в ДНС. Мы специально меняем одну-две буквы и таким образом надеемся получить более длинные корни при недостатке азота для ичменя. И так я хотела вам показать еще несколько слайдов, чем мы занимаемся здесь в нашем институте ЭПК. Это здесь наш институт, здесь в Гаттерсфлейбус. У нас самый большой генобанк здесь в ЕС с семенами более трех тысяч культурных культур, разных растений. И более 150 тысяч разных линий определенного географического происхождения. И при этом особое внимание у нас уделяется пшенице и ячменю. И эти семена мы собираемся не только сохранить и дальше. То есть, они каждые 10-15 лет заново высаживаются и правильно хранятся на минус 18 градусов. Но мы пытаемся также при помощи генетических определений характеризовать эту линию. И определяем эти генетические маркеры, фенотипические данные. Все это мы используем. Так что здесь у нас все это в цифровой форме существует этот генобанк, который служит своего рода ресурсами для этих растений. И сейчас мы пытаемся все больше и больше выделить эти линии. И при этом, конечно, разрабатываем также новые технологии. Но используем генные технологии также для выращивания этих растений. И пытаемся все это соединить с хронически важными характеристиками. И это называется фенотип, когда физиологические условия растений количественно повышаются. Для этого у меня есть... Который я хотел бы сейчас показать. Вот он. Вот мы видим нашу территорию ЭПК. У нас примерно 10 гектаров на здании 90 на полевые опыты. Вот это новое здание, недавно построенное. Оно вообще уникальное. Здесь существуют две кабины для культурных растений. И вот здесь происходит фенотипизация. То есть, с одной стороны, здесь исследования нацелены на корни. Такие мобильные башни ходят между рядами. А в этих рядах мы видим резотроны. То есть, это специальные такие ящички для визуализации корней. И вот эти ящички, они заходят в эти башни. Все происходит автоматически. Там происходит сканирование или фотографирование. И таким образом мы получаем картину корня, так как она видна на плексигласе. А во второй кабине, где идет выращивание растений в контейнерах, здесь принцип такой, что датчик подходит к растению. То есть, вот здесь, наверху, на такой фенокран установлены камеры, и они снимают растения. Так что у нас получается сравнение между растениями, растущими на поле, и растущими в контейнере. Так что мы можем вот в этом помещении точно моделировать условия внешней среды, которые снаружи. Это очень важный инструмент для будущего, потому что мы все больше будем иметь дело с изменениями климата. И важно, чтобы такие климатические изменения можно было моделировать, чтобы увидеть, как различные генотипы себя ведут и реагируют на вот эти измененные условия климата. В этих контейнерах, которые вот здесь мы сделаем такой разрез, у нас с высокой степенью контроля параметры почвы, то есть, посредством датчика меряется и контролируется влажность почвы, температура почвы контролируется, и также в вертикальном направлении сюда вставлены трубочки, куда можно вводить в систему камеры, чтобы наблюдать за ростом корней. Вот что касается фенотипизации. Ну а как теперь перенести результаты исследований на поле? С этой целью, по крайней мере, в моей рабочей группе мы дальше разработали, усовершенствовали этот метод, а именно, что мы вот такую буровую трубочку установили на тракторе, и вот эта буровая труба позволяет нам смотреть на профиль почвы длиной примерно 1 метр. Мы берем эту почву, и вот содержание этой трубы, оно запаковывается в целлофан, который мы затем горизонтально кладем и режем, как на ломтике, салями. И каждый кусочек из него мы экстрагируем ДНК, и плюс, параллельно к этому, мы разработали метод, как вот эту ДНК конкретно от различных видов растений можно распознать и определить их так, чтобы мы смогли свежую массу в данном сегменте почвы оценить количественно. И результатом является вот такого рода диаграмма, где у нас есть 4 промежуточные культуры, а именно горчица, фазелия, овес или оксандрийский клевер. Вот наверху они показаны, и смотрим биомассу растений и биомассу корня, но то, что касается корня, распределено на различные слои почвы. Что касается биомассы, вплоть до глубины до 70 сантиметров. И, к примеру, мы видим, что овес особенно наверху образовывает очень много биомассы, а фазелия больше всего в средних глубинах почвы. А этот клевер намного менее глубоко биомасса проникает внутрь, и вообще меньше этой биомассы. У нас есть и смешанная культура, где все 4 промежуточные культуры представлены в соответствии со своими долями, и поэтому здесь мы смотрим на общую массу корня, которая немного увеличилась. То есть промежуточные культуры очень четко отличаются по своей биомассе корня, но также и касательно глубины профиля, куда эта биомасса уходит. И это влияет на всасывание питательных веществ. Коллеги по почвоведению в Ганновере определили пулы фосфата нитрата на разных, минимум на разных, трех разных глубинах почвы, и при горчице она достигает и третьего уровня, и там намного меньше становится запас азота. У фосфата не очень много изменилось, фазелий тоже. А что касается этого вида овеса, а в Александрии уже нет. То есть их глубина корня не достает до этого третьего слоя почвы. Таким образом, мы видим, что эффективность всасывания азота из глубин почвы также зависит от биомассы корня, который, соответственно, достигает различных глубин. Здесь виды отличаются друг от друга. Вопрос, какой эффект оказывает морфология корня, и вообще, каково влияние корня на трансфер азота, в том числе и для севооборота. И вот наверху мы определили количество азота в проростке, а внизу мы видим количество азота, зафиксированное в биомассе корня. И у нас есть три разных местоположения в различных окружающих условиях. И мы видим в этом году, это был Азенторф в 2015 году, примерно было 60 килограмм азота, где горчица, фазелия и вид овеса переносили. А биомасса корня у горчицы было 55, фазелии 200, овеса 100. То есть, явно, что переносимое... То есть, это большее перенесенное количество азота, больше, чем проросток. Но это не всегда так. Например, в Азенторфе в 2016 году у нас больше было питательных веществ, но этот год был сухим, то есть, корни росли хуже, и поэтому перенос азота за счет проростка, он больше. А в Тристорфе в 2016 году это был сухой год и меньше питательных веществ, и мы видим очень небольшой перенос азота проростком, то есть, максимум 20 килограмм, а вот через корень намного больше, от 50 до 60. И здесь тоже мы видим наилучшие результаты на смеси промежуточных культур. Это значит, что перенос азота через корень может быть больше, чем за счет надземной части, а смешанная культура у нас минимум была или так же хороша, или лучше, чем чистый посев. И тогда, впоследствии, мы посмотрели, как развивается последующая культура. Это у нас была кукуруза. Поэтому мы у кукурузы определили не только урожайность, но нас интересовал прежде всего рост корня, как он реагирует на промежуточные культуры. И вот на основании свежей массы корня в различных слоях почвы у кукурузы после горчицы, фазелии, овеса, овса и клевера. И что удивительно, у горчицы мы видим, что рост корня был немножечко замедлен. Он не так глубоко проникал, в отличие от земли под паром. А вот Александрийский клевер намного глубже прорастал корень. И вот этот эффект нельзя объяснить тем, что корни промежуточных культур физически хорошо подготовили почву. Нет, а, видимо, ситуация такая, что это эффект не физический, а скорее химический или биологический. Но, естественно, эти вещи нужно дальше исследовать. Но мы видим позитивное влияние клевера на образование корня у кукурузы. И таким образом я перехожу к последнему разделу, который хочу с вами обсудить, а именно физиологической функции корня. Корни можно представить себе, как маленькие биохимические электростанции, которые могут влиять на, по крайней мере, околокорневое пространство. Вот, к примеру, огуречные растения при хорошем или плохом снабжении железом. И затем переносили в агар, где у нас есть индикатор pH, и этот индикатор pH становится желтым, если снижается значение pH. Здесь мы видим растения с недостатком железа. У них в резосфере pH идет вниз, то есть у нас больше в резосфере протонов. Это вы, наверное, знаете и в этом случае, когда у нас в различной форме дается азот, справа у нас аммиак, слева нитрат. Снова мы делаем индикатор pH, pH увеличивается вблизи корня, но в случае аммония происходит, наоборот, закисление. Мы здесь говорим о физиологическом закислении резосферы. И вот это закисление, оно проходит даже на 2, в парочку миллиметров внутрь, в почву. И в этой резосфере мы за счет сниженного значения pH у нас получается лучшая мобилизация трудно растворимых веществ, таких как фосфат, железо, цинк и марганец. В первом докладе был, конечно, марганец, а не магний. Но мы изменяем не только значение pH в резосфере, но и могут происходить химические реакции. Это можем показать на примере недостатка железа у растения, где есть возможность восстановления трехвалентного железа в двухвалентное. Это можно цветом доказать. И вот это двухвалентное железо при помощи образующего комплекса вещества можно образовать комплекс. И вот эти растения с недостатком железа в своей резосфере, мы это видим, это в основном близко к кончикам корней, они могут превращать трехвалентное железо, восстанавливать его до двухвалентного. То есть химические процессы тоже происходят в резосфере. Более того, еще идет следующий шаг. Эти процессы, которые я только что показал, все они происходят непосредственно на поверхности корня. Но существуют экссудаты из корня, когда корни выделяют что-то. И вот эти выделения, они могут, например, показывать флуоресценцию, как показывает данный пример. Здесь дикий тип растения и недостаток железа облучали ультрафиолетовым светом, и мы видим, что корни начинают флуоресцировать. И вот здесь мутант, который не может выделять соответствующие вещества. Здесь это не так. Но если вот эту флуоресценцию убрать из этой среды агара, то часть флуоресценции мы видим, что остается в среде. Это четко показывает, что растение выделяет флуоресцирующие вещества. И вот парочку лет назад нам удалось выявить, что это за вещество. Речь идет о так называемых кумаринах. И вот эти кумарины от двух листочковых растений, они выделяются. Они чувствуют недостаток железа. Это уже эффект наступает довольно рано. При значении PH 6,5 в направлении 7 уже тогда начинают запускаться эти процессы. Кумарины выделяются из корней, и эти кумарины в состоянии восстанавливать железо и одновременно связывать его в комплексе. И затем весь этот комплекс снова идет к корню, где всасывается железо из этого комплекса. Вот эти выделения из корней могут быть важны и для азотного питания растения. И в сотрудничестве с коллегами из Университета Бонна мы смогли показать... Они в основном проводили это исследование, и они взяли различные мутанты кукурузы и выявили мутант, который особенно чувствительный к недостатку азота. То есть очень серьезный был клороз уже при небольшом снижении концентрации азота. И вот эти мутанты, они, что очень интересно, известно тем, что они не могут образовывать флавоны. А флавоны — это определенная группа вторичных метаболитов, которые растения производят в большом количестве. Они провели очень интересный опыт. Они ризосферу, то есть участки почвы, на которые влияют корни, сравнили и поменяли между мутантом и обычным растением. То есть мутанты, которые растут на своем собственной почве, то есть там недостаток азота. Но если вот эти мутанты перенести на почву, где растут дикие растения, то тогда уменьшается недостаток азота. То есть это можно скомпенсировать. И это говорит о том, что это связано с влиянием почвенных микроорганизмов. Почвенные микроорганизмы идентифицировали микробиологически, то есть секвенцировали их ДНК и идентифицировали различные семьи микроорганизмов. Бактерии, эта диаграмма показывает, что состав микробиологический почв, он очень разный. Здесь один цвет отображает одну семью микроорганизмов. И, например, в диком типе много синего, а у мутанта его намного меньше. То есть у тех мутантов, которые не могут синтезировать флавоны и не могут их выделять через корень. Ну, в конечном счете, современная модель такого механизма. Следующие растения кукурузы, которые могут синтезировать флавоны, они их отдают в почву через корень. И эти флавоны в почве, на которые влияют корни, очень сильно влияют на микробиологический состав почвы. И, как в данном случае покажено, они способствуют росту особой семьи оксалобактериации. И они в состоянии синтезировать собственные вещества, похожие на гормоны, которые приводят к усиленному росту корня и увеличивают всасывание растениям азота. Этот пример показывает, насколько важно учитывать физиологические процессы в корне и у корня, если растения не перекармливают, так скажем, питательными веществами. И последнее, что я хочу сказать, это привести пример, что важно, чтобы растения не просто думать о них в плане микроорганизмов, но также и приводить их в соотнесение с другими растениями. Так ведь в течение эволюции развивались эти взаимоотношения. И если я в качестве промежуточной культуры делаю смешанную культуру, вот пример из Китая, но которая длилась 15 лет, то есть длительный период времени, а именно они культивировали кукурузу или в чистой культуре, это красная линия, или в смешанной культуре, это синяя линия. И то и дело мерили среднюю урожайность. И смешанная культура или с фасолью, или с горохом, или с рапсом. То, что мы здесь видели, то разброс очень большой, но тенденция очевидна, что динамика урожайности у кукурузы была лучше, если он рос в смешанной культуре. Конечно, мы говорим, ну, смешанная культура, там трудно это реально сделать на почве, очень трудно собирать урожай и так далее. Это я все прекрасно понимаю. Например, показывает, насколько важно учитывать живые существа, живущие в почве. Они там очень, чем более разнообразные, тем это лучше для нашего целевого растения, культурного растения. И вот этот эффект, он увеличивается с течением времени. Итак, в качестве итога хочу еще раз сказать следующее. Генотипы и сорты отличаются в различных признаках корня. Архитектура корня очень сильно реагирует на состояние питания растений и на вид и количество. Мы видим, что при небольшом недостатке азота корни удлиняются. При местном применении аммиака у нас много появляются боковых корней, хоть они и короткие. При местном предложении нитрата или фосфата мы получаем более длинные корни. Также мы видели, что комбинация промежуточных культур с различными свойствами корня, которые влияют на всасывание и перенос азота в последующей культуре. И мы видели, что определенные выделения из корней улучшают микробиологический состав. То есть микробиом в почве улучшают, и это может способствовать росту растения. И здесь мы говорим о положительном эффекте промежуточных или смешанных культур. И в конечном счете генотипы и сорта отличаются в различных важных признаках корня. То есть улучшение этих признаков корня все больше, этому должно все больше внимания уделяется, потому что вот эта селекция может получить преимущество от молекулярной редактирования, так называемой геномной ножницы. В последнее время об этом много слышали. И, кстати, в прошлом году за это дали Нобелевскую премию. Ну и последнее. Я кратко хочу поблагодарить, естественно, свою группу, которые всегда меня очень серьезно поддерживали. И не просто поддерживали, а фактически проводили эти исследовательские работы. И, естественно, спонсоры. Мы получаем деньги на исследования из Федерального министерства по образованию и исследованиям, по Министерству продуктов питания и сельскому хозяйству. Это было видно на примере, например, сотрудничества с фирмой Strube Research. В основном мы получили деньги от так называемого Лейбницкого сообщества и на различные проекты от немецкого сообщества исследователей. Ну, все. Я закончил свой доклад и надеюсь, что я смог вызвать вас, пробудить ваш интерес вот эту незнакомую половину растения, которое в почве, и усилить ваш этот интерес. Доктор фон Верен, большое спасибо за интересный доклад. Я думаю, что совершенно понятный был месседж, что посмотреть внутрь, в почву, это всегда очень интересно. Кстати, это подходит и к тематике нашей фирмы. Смотреть с одной стороны на корни, а с другой стороны посмотреть, откуда брать ресурсы для культивирования растений, чтобы продвигаться дальше. Большое спасибо. Естественно, мы получили парочку вопросов в чате, но очень хорошо, что вы к нам сейчас вживую подключились, и мы можем с вами эти вопросы прояснить. Первый вопрос касается ячменя. Вы сказали, что очень сильно выраженные посевы ячменей очень много образуют... Это что тогда водорастворимые улучшают, восприятие водорастворимых веществ? Да. Ну, по крайней мере, если мы смотрим верхнюю часть почвы, потому что надальные корни, они в основном с более плоский такой угол корней и тем самым распространяются больше на поверхности почвы. То есть, если там вода или питательные вещества, если их там много, то они, естественно, больше вносят свой вклад в всасывание воды и питательных веществ. Но это только первые надальные корни. Им удается и семинальные тоже идти вглубь, но те, которые позже надальные, им уже это не удается. Когда вы говорите о плоском, то есть, о какой зоне мы говорим? Это первые 5, первые 10 сантиметров? Да. Да, первые 20-30 сантиметров. Второй вопрос к реакции корня, когда очень сильная передозировка фосфора. Если есть реакция корней, то какая? Но в принципе, если предложение фосфата превышает необходимое, то тогда это не способствует росту корня. Но если фосфата меньше, то корни реагируют так же, как и при недостатке азота, то есть более удлиненный, более сильный рост корня. Это особенно проявляется, если местное применение фосфора. Там, если корни этот участок достигают, то обычно они и дольше живут. В своем докладе вы коснулись темы селекции. Мы сейчас непосредственно находимся перед фазой формирования нового правительства в Германии. Вот Кюстбакаст, например, что будет новая дискуссия по поводу селекции. Как вы думаете? Да, надеюсь, конечно, да. Ситуация такая, что Европейский Верховный суд вынес определение Кристокас, то есть редактирование генома у растений, называется генетически модифицированные организмы, и тем самым их возделывание невозможно в Евросоюзе и в Германии. Но законодатель посредством этого решения дал как бы задание национальному законодательному переработать этот закон в разных странах. И партии высказали свою позицию. Например, христианские демократы и свободные демократы однозначно за этого. Социал-демократическая партия против, потому что они требуют принципу предупреждающего действия. А зеленые, я так понимаю, что у них идет немножечко изменение их менталитета, более старшее поколение, они против. А те, кто более юные, они более к этому открыты. Ну, мое мнение. Но важно, что Национальная академия наук Леопольдина и ученые, что сказали? Они сказали, что вот эти растения с измененным геномом, они не более опасны. Поэтому нет более высокого риска, если возделывать их, чем если которые обычные растения. И вот, в принципе, ориентироваться нужно вот на такую оценку. Поэтому я очень надеюсь, что новое правительство по новой отредактирует и будет новая версия закона. А методы селекции, соответственно, чтобы можно было укоротить период селекции. Да, об этом и идет речь. Еще один вопрос из чата. Вы сказали, что различные растения ячменя при недостатке азота формируют разную корневую систему. Некоторые более слабые, но были и некоторые, которые более сильные. И с течением времени показали, что один ген, который за это ответственность его изолировали, и что есть как бы шанс использовать эту информацию. Насколько долго может длиться вот этот путь, чтобы привнести это потом в практику? Ну, что касается обычного рынка, я думаю, что где-то период времени 10 лет. Обычно это означает, что кто нашел нужные генотипы, которые нужно скрестить, значит, нужны контрастирующие генотипы, чтобы вот это одно изменение, в этом БСК-3 называется этот ген, к примеру, его нет в ячмене, мы пока в своих последовательностях его не нашли. Поэтому вот этот пример остается только редактирование генома. Если делать выращивание, селекцию, то есть другой пример. Существуют различные аллели, и самое важное, чтобы был маркер, и затем их потомков постоянно отслеживать, в каких растениях, соответственно, в каких потомстях, линиях из этих потомков существуют положительные изменения, для того, чтобы привнести их в элитную линию. То есть обычно, это где-то 10 лет обычной линии, посредством модификации, редактирования генома, где-то 2-3 года. Да, это еще раз говорит об огромном прогрессе, за счет которых, или об огромной скорости, с которой мы можем продвигаться. Доктор фон Верен, к сожалению, время наше уже исчерпано. Вы видите, что вопросов было много, и поэтому я думаю, что эта тема для нас была очень интересная. Большое спасибо за вашу готовность принять участие и для вашей очень разнообразной, интересной информации. Спасибо вам, мне тоже было это очень интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!